Глубоко уважаемый Алексей Степанович, Глубоко уважаемый Олег Валентинович, Глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить доклад на тему хирургии и влечения множественных метастазов в легких. Легкие являются типичной мишенью для метастазирования различных злокачественных наобразований. Это связано с тем, что легкие выполняют роль первичного фильтра для органов и тканей, чья венозная кровь поступает непосредственно в систему нижней, верхней полой вены. Метастазы в легких обнаруживаются по литературным данным от 6 до 30% больных с злокачественными опухолями любой локализации. В основном они располагаются субплеврально в так называемой плачевой зоне легких и обнаруживаются обычно только при контрольных обследованиях. В последние годы увеличился интерес к хирургическому лечению множественных метастазов в легкие в рамках комбинированного и комплексного лечения. Но большинство исследователей считают, что необходимо проведение химио-гормонной иммунотерапии пациентам в зависимости от гистогенеза первичной опухоли. Но предполагается по также литературным данным, что хирургическое лечение может увеличить показатели общей выживаемости. Однако уровень данных рекомендаций является слабым, потому что они все базируются на данных ретроспективных анализов, перспективных исследований. Результатов пока нет. На данном слайде представлено количество увеличений публикаций о хирургическом лечении. Если в 1985 году таких публикаций в рецензируемых журналах было 300, то к 2015 году таких публикаций стало 3000. Интерес к хирургическому лечению растет с каждым годом. И на данном слайде представлены одни из последних статей. Если суммировать мнение по поводу лечения метастатического поражения, то можно выделить два подхода. Первый – это за хирургическое лечение представляет доктор Минео, который говорит, что хирургическое лечение легочных метастазов является доступной альтернативой, хотя растущей надежды на него пока не подтверждены лучшей выживаемостью, но мы всегда должны предлагать нашим больным лучшие варианты лечения из всех возможных. Доктор Мелиоре высказывает противоположную позицию, что выживаемость пациентов с операбельными легочными метастазами не изменится после хирургического лечения, и этично ли проводить хирургическое лечение пациенту с операбельными метастазами, сообщая, что у нас нет доказательств, что продолжительность его жизни в результате этой операции увеличится. Целью нашего исследования была оценка возможности эффективности хирургического лечения при множественных метастазах в лёгких с использованием электрокоагулятора или неодимового, итрия и алюминиегранатового лазера. Эффективность оценивалась на основании чистоты и структуры послеоперационных осложнений, локального контроля заболевания, времени безрецидивной выживаемости после метастазоктомии и общей выживаемости больных после хирургического лечения. В данное исследование было включено 47 пациентов, проходивших лечение в нашем центре с 1 января 2004 года по 31 декабря 2015 года, соответствующие критериям включения, отображенные на слайде. И если пациент соответствовал, то ему было предложено и выполнено хирургическое лечение на легком. Как уже было сказано, было включено 47 пациентов, 24 мужчины и 23 женщины, то есть разницы в половом составе не было. Средний возраст составил 44 года, интервал был диапазон от 18 до 70 лет. Почти треть пациентов были с заболеваниями костей и мягких тканей. Эпителиальные опухоли представлены у 18 пациентов. По 5 пациентов в группе с заболеванием почек и колоректальным раком, 3 с заболеванием шейки матки. Всем пациентам на первом этапе было проведено лечение первичной опухоли. То есть все пациенты получили хирургическое лечение. На данном стадии представлено время появления очагов в легких. Так, у 46% это время составило менее 12 месяцев. У 7 пациентов этот интервал равнялся от 1 до 2 лет. У 5 пациентов от 2 до 3. И у 13 пациентов время появления очагов было более 3 лет от момента операции. Примерно у 2-3 пациентов отмечалось билатеральное поражение легких. По результатам компьютерной томографии у большинства пациентов количество очагов не превышало 7, но 11 пациентов было прооперировано с количеством более 15 по результатам компьютерной томографии. Использовался электрокоагулятор и неодимовый и триалюминиевый гранат-лазер с длиной волны 1318 нанометров, который имеет ряд преимуществ. Это хороший режущий эффект с одновременной коагуляцией, то есть с достаточным аэро- и гемостазом, с высоким уровнем областики и асептики, с щадящим характером вмешательства за счет уменьшения объема резицируемых тканей и возможности выпаривания мелких суплевральных очагов. К сожалению, из-за логистических ограничений использование лазера не всегда было возможно, поэтому суммарно было создано 2 группы, примерно одинаковое по количеству пациентов с применением лазера и применением электрокоагулятором. В общей сложности было выполнено 86 оперативных вмешательств, двум пациентам была выполнена эксплуративная торакотомия в связи с распространенностью процесса. В основном мы придерживались принципу щадящих оперативных вмешательств. В 76 случаях были выполнены атипичные резекции с помощью лазера в 44 случаях и электрокоагулятора в 32. Было выполнено 8 анатомических резекций, 6 лобэктомий, одна из них была эндоскопическая, одна пульмонэктомия и одна сегментэктомия. Частота послеоперационных осложнений в группе атипичных резекций составила 8%, в основном это были нехирургические осложнения, в 4 случаях пневмония, из хирургических осложнений одна подкожная эмфизема и одна длительная лимфорея. Из анатомических резекций осложнение было в виде флеботромбоза сосудов нижней конечности. По результатам патоморфологического исследования в общей сложности было удалено 695 внутрилегочных очагов, метастатическое поражение подтвердилось у 43 пациентов, у 4 пациентов выявлены доброкачественные изменения в легочной паренхемии, это гомортома, туберкулема и посвоспалительные изменения. У одного пациента было диагностировано метастатическое поражение и туберкулез лёгких. То есть у пациентов, прошедших на одевантное лечение, был оценен патоморфоз с помощью для лечащего врача в дальнейшем назначение адекватной тактики лечения. При сравнительной оценке использования лазера и электрокоагулятора различий во времени нахождения дренажных трубок и среднего объёма эксудата не выявлено. Послеоперационные осложнения составили по 3 в каждой группе. В основном это были нехирургические осложнения. Стоит заметить, что длительность операции с применением лазера была выше, но это связано с большим количеством удаляемых очагов во время операции. Число больных с рецидивом лёгочных метастазов составило примерно одинаковое количество в каждой группе, но количество ретурокотомий по поводу рецидивных метастазов в группе с использованием лазера было выше. 36 пациентов получали адювантное лечение после хирургического воздействия. Это была либо цитостатическая терапия, либо молекулярно направленная, либо радиотерапия. 11 пациентам адювантное лечение не проводилось в связи с сопутствующей патологией. Период наблюдения за пациентами составил в среднем 22 месяца, варьировал от 3 до 149 месяцев. Окончанием был либо летальный исход, либо последний визит 18 июня 2016 года. Показатель общей выживаемости составил 22,5 месяца для всех пациентов. У трех пациентов выявлено рецидив первичной опухоли без прогрессирования в легких. У 17 пациентов были диагностированы рецидивные метастазы в легких. И у 8 пациентов с рецидивными метастазами были выполнены повторные операции в общей сложности 17 ретурокотомий. При показателе общей выживаемости в зависимости от гистологического типа опухоли лучшая выживаемость была у пациентов с эпителиальными опухолями. Она составила 43 месяца. У пациентов с саркомами этот показатель составил 21 месяц. Показатель общей выживаемости после хирургического лечения при одностороннем и билатеральном поражении не имеет статистически значимых различий. Однако тенденция к улучшению выживаемости при одностороннем поражении. Один из важных критериев – это показатель выживаемости в зависимости от времени безрецидивной выживаемости. В первой группе, у которых этот период составил до 2 лет, данный период составлял 17,5 месяцев. В второй группе 24-36 месяцев показатель общей выживаемости составил 21 месяц. И более 3 лет показатель был равен 27 месяцам. Из данного доклада можно сделать следующие выводы, что хирургический метод лечения эффективен при лечении больных с множественным метастатическим поражением легких. Применение лазера имеет ряд преимуществ перед электрокоагулятором при метастазах и ктомиях. Но для получения убедительных данных о влиянии хирургии на выживаемость пациентов с множественными метастазами в легких необходимо крупномасштабные исследования, в том числе проспективные и рандомизированные. В данный момент проводятся в Англии проспективные исследования по поводу хирургического воздействия у пациентов с метастазическим поражением легких с заболеванием колоректального рака в анамнезе. Пока результаты не представлены в литературе. Спасибо за доклад. Пожалуйста, какие возникли вопросы в аудитории. Спасибо, очень интересный доклад. Я так понял, вы в анализ взяли больше четырех метастазов, да? Вы оперировали и до четырех. Да, мы оперировали до четырех, но анализ был проведен у пациентов с множественными метастазами. Или биология опухоли? Ну тут хирургическое воздействие надо рассматривать как все-таки этап комбинированного или комплексного лечения. Поэтому все-таки по представленным данным у пациентов с эпителиальными опухолями выживаемость выше. Так что тут нет… Но биология не только эпителиальная. Но еще, и вот скажите о преимуществе неодимового лазера перед электрокоагуляцией. У вас во время, после обработки неодимовым лазером, вы ушивали эту полость? Да. Ушивали. У вас не сложилось впечатление, что воздухоистечение происходит не от обработки электрокаутером или неодимовым лазером, а после того, как ушиваешь? Ну это хороший вопрос, потому что также в литературе можно встретить статьи, где проводятся исследования по неушиванию дефектов от неодимового лазера. Ну, в общем… Спасибо. Спасибо за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, много больных, у которых образование имело доброкачественный характер, можно говорить, что эти больные неадекватно были обследованы на первом этапе или был пропуск патологии? Потому что туберкулема и гомоартомы не возникли бы за, допустим, несколько месяцев или за… Это хороший вопрос, но пациенты были обследованы… Вы проводили ретроспективный анализ, то есть изучение… Ну, доброкачественные изменения были выявлены у четырех пациентов, и двое пациентов были прооперированы в 2005-2006 году. Наверное, там есть незначительные упущения в диагностике. И скажите, вот пневмоноэктомия, вы планировали пневмоноэктомию или во время операции? Это во время операции было выявлено интероперационно. На какой причине? Не соответствовало данным КТ? Данные компьютерной томографии не соответствовали интероперационному. Будьте добры, в литературе описаны случаи удаления метастазов более 200 у одного пациента. Это первое. Но это, конечно, скорее казуистика. Согласно вашим представлениям, можете сформулировать показания? Количество, размеры, расположение в легком, морфологический вариант опухоли и еще что-то? Ну, в нашем докладе наибольшее количество удаленных метастазов за одну операцию составило 103. Наверное, это не есть правильно все-таки. Продолжительность жизни составила 7 месяцев. Через 3 месяца был рецидив в легком. Можно еще один вопрос? Вот вы сказали об один из выводов, что хирургический метод лечения является эффективным или при лечении множественных метастазов. В то же время вы говорили за тем, что это только как этап комбинированного лечения. Я к чему задаю? Ведь, ну, скажем, как организатором здравоохранения и так далее. Если мы говорим о том, что хирургический метод лечения является актуальным, эффективным при множественных метастазов, как вы думаете, сколько таких больных и какие, где они должны получать это лечение? Мне кажется, тот оптимизм, который есть, наверное, но это не совсем четко. Поймите, он в отдельных случаях. И далеко не всех. А у вас это звучит, как будто это является… Наверное, вы согласны, это не совсем корректно. Я согласен, да, но тут рассматривается именно как этап комбинированного или комплексного лечения, не просто хирургическое лечение. У вас вывод без… он написан просто эффективно, но это вызывает у людей определенные вопросы. Еще один небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас данные о частоте рецидива, возникновении нового метастаза в зоне прецизионного удаления, будь то электрикоагуляции, будь то с помощью неодиумного лазера? К сожалению, не проводился такой анализ. Проведем. Спасибо. Я просто на правах представительства сделаю короткое отступление. Вы просто специально посчитали частоту возникновения рецидива заболевания в зоне резекции среди наших больных, которым выполнялись прецизионные удаления при глубоком расположении метастаза. Так вот, она составила 1,6%, то есть довольно высокий. Поэтому в настоящее время немножко изменили тактику при глубоком расположении метастаза в пользу сегментарных анатомических резекций. Спасибо. Скажите, пожалуйста, проводилась ли вами оценка медиастинальных лимфоузлов у пациентов с метастазами в легкие? В одной из наших работ мы нашли, что при колоректальном раке количество таких поражений до 27% достигает. И как это влияло на отдаленные результаты при эпидемиальных опухолях? Проводилась, но, к сожалению, не всем пациентам, поэтому предоставить данные тут не будет корректно. Проводилась, но не всем пациентам.